Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Все работы хороши, выбирай на вкус. Форум рабочих профессий открывает для анапской молодёжи новые перспективы. Как у деревьев вырастают ноги о вопиющем воровстве и зелёных насаждении на главной курортной магистрали. Аукцион «Щедрости». Анапчане принимают участие в благотворительной выставке продажи картин в пользу фонда «Радость жизни». Ровно 31 год назад, 26 апреля 1986 года, произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС. Тогда со всего Союза отправились тысячи добровольцев на ликвидацию последствий. В эту страшную дату техногенной катастрофы мирового масштаба во всех городах страны собираются люди почтить память тех, у кого отнял жизнь мирный атом. В 86-м анапчане были в числе первых добровольцев. Десятки анапчан пришли на митинг-реквием в сквер боевой славы к памятнику чернобыльцам. Здесь участники техсобытий, молодёжь, общественники и представители администрации города. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 500 анапчан. Из них сегодня в строю живых 230 человек. Из них 40 являются инвалидами различных групп. Благодаря мужеству этих людей сегодня мы имеем мир, мы имеем понимание того, что среди нас есть люди, которые своим героическим прошлым, своим самоотверженностью и доблестью предотвратили дальнейшее разрушение атомной электростанции. В ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС принимало участие более 600 тысяч человек. Многие из них погибли от лучевой болезни. Но тогда мало кто задумывался о последствиях радиации. Люди самоотверженно бросились на предотвращение беды. Николай Платохин – один из ликвидаторов. Событие того времени помнит в деталях. Нас забрали в три часа ночи с военкоматом. От военкомата мы уезжали в Краснодар. Там была проверка ещё. Потом нас отправили в город Днеприджинск. Там мы прошли курс молодого бойца. И потом оттуда у нас вызвали в Чернобыль. Непосредственно на аварийный блок Чернобыля. После минуты молчания участники траурного митинга возложили к монументу цветы. В Анапе стартовал трёхдневный профифорум. Учебное заведение демонстрирует возможности для обучения. Работа дателя рассказывает о перспективах трудоустройства. Одна из главных задач – донести до молодёжи, что рабочие специальности сегодня – это не только интересно, но и престижно. В том числе с точки зрения уровня заработной платы. Сначала примерить одежду, чтобы сфотографироваться. Потом кто-то подумает, а почему бы и нет. На стенде буклеты. В них рассказывается, куда нужно поступить, чтобы стать пожарным. Как говорил Гилеровский, пожарный герой всю жизнь на войне на кромке переднего края. Потому что огонь не выбирает ни времени года, ни времени суток. То есть он может случиться в любое время. И наши пожарные всегда готовы прийти на помощь. Не только увидеть и услышать, но и пощупать руками. А что-то попробовать самим. Елизавета практически уверена – будет врачом. И уже подумывает о том, куда пойти учиться. Нравится, очень интересно. Люблю биологию, люблю химию. Нравится вообще профессия врачей. Мероприятие в целом Елизавета считает познавательным. Каждое из учебных заведений, действующих в Анапе, развернуло собственную экспозицию. Анапский сельскохозяйственный техникум готовит рабочих строительных специальностей. У индустриального техникума – обучающие стенды собственной разработки. В этом году радостно, что мероприятие более расширено. Более мы имеем возможность показать свою технику, в которой мы участвуем в обучении. Мы можем себя показать, заявиться в районе. И новые специальности. У нас идет направление как и технических специальностей, так и остальных, которые требуются в нашем районе именно. Одна из задач, которую сегодня ставят на государственном уровне – повышать престиж рабочих профессий. В начале этого года Анапа стала одной из площадок для проведения краевых соревнований среди молодых профессионалов. Первый по счету профи-форум можно считать следующим шагом. Рабочие – это обязательно наличие определенных навыков работы и с техникой. То есть это такой симбиоз труда, интеллекта и, соответственно, высокого качества продукта на выходе. В городе-курорте нужны собственные квалифицированные кадры в гостиничном бизнесе, в общественном питании. Анапский колледж «Свероуслуг» угощал мороженым с копчеными фруктами. Его делают сами учащиеся. Славным в детстве нравится эта профессия. Я хотела просто на повара, но увидела здесь больше перспектив для себя. Хорошая постоянная работа. Если на некоторых профессиях нет такой перспективы. Всего в форуме примут участие более двух с половиной тысяч старшеклассников. Во второй день запланированы экскурсии на предприятие. На третий – специальное тестирование. В Анапе решают проблему складирования твердых бытовых отходов в районах частной застройки. Мусорным пакетом на курортных улицах не место. Администрация города выделяет средства на установку специальных контейнерных площадок. Это уже 13-я по счету площадка, которая устанавливается на улице Самбурово. На предварительно забетонированном основании рабочие монтируют деревянную обрешетку. Монтаж занимает от 20 до 30 минут. Чуть позже здесь установят евроконтейнеры, в которые жители близлежащих домов будут утилизировать бытовые отходы. Это даже эстетически будет красиво. Почему? Потому что многие жители не понимают о том, что чистота города именно от каждого из нас зависит. И выходя из дому, они своевольно берут мешочек целлофановый и бросают там, где вздумается. В последствии собаки и кошки разрывают эти пакеты и весь этот мусор идет по улице. Я считаю, что когда будут стоять контейнеры, на контейнерной площадке будет указано время вывоза мусора и жители будут туда сбрасывать. Население нашего города ни на одной улице не придерживается установленному время вывоза твердых бытовых отходов. Мусор выносится в течение круглых суток и днем, и ночью. Поэтому совместно с администрацией нашего города было принято решение об изменении системы вывоза твердых бытовых отходов с позвонковой на контейнерную. Эти площадки будут установлены с соблюдением всех санитарных норм и требований. Площадки будут с бетонным покрытием, что обеспечит возможность ежедневной санитарной уборки и дезинфекции площадок. На каждой из этих площадок будет установлено по два пластиковых контейнера европейского образца. Я думаю, что это неуверенно, и я думаю, что и люди нас поддержат. Жители улицы Самбурово нововведение оценили. Люди признаются, мусорные пакеты на газонах совсем не красят курорт. Хотя в том, что теперь станет удобнее, уверены не все. С одной стороны, конечно, идея замечательная. Так как мы выносим мусор и бросаем его прямо на дорогу, и я так понимаю, что машине неудобно подъезжать и с каждого двора собирать этот мусор. Ну, а с другой стороны, контейнер установлен не очень подходящим, я считаю, месте. Мы будем как бы доставлять неудобства транспорту и себе. Я считаю, что как бы не очень место подходящее. Ну, в принципе, идея хорошая. Всего на улице Самбурово должно появиться порядка 20 контейнерных площадок. На очереди улица Шевченко. Сейчас идут согласования по монтажу с Роспотребнадзором. Подобный опыт работы в этом направлении уже есть. На улице Крымской мусор собирается в таких контейнерных площадках уже несколько лет. В планах администрации оборудовать места для сбора ТБО везде, где это нужно. Практически каждый день мы рассказываем о том, как курорт готовится к сезону, благоустраивается, озеленяется и хорошеет. Комфорт и привлекательность она подостигается кропотливым трудом тысяч человек. И очень обидно, когда в буквальном смысле вредитель сводит на нет стараний любящих свой город людей. На Пионерском проспекте работники Зеленстроя обнаружили серьезную кражу зеленых насаждений. Сотрудники Зеленстроя трудятся на создании нового зеленого убранства Пионерского проспекта, высаживая тысячи саженцев многолетних цветов, кустарников и хвойных деревьев. Нетрудно представить, как обидно этим людям видеть разоренные клумбы. К сожалению, не обошлось без воровства при озеленении Пионерского проспекта. В пятницу мы обнаружили, что на клумбах просто выдернуты саженцы розы в количестве 80 штук. Сегодня, когда мы приехали на работу, мы увидели, что отсутствует два хвойных дерева высотой 2 метра и, в принципе, достаточно красивых и дорогих. Поимка злоумышленников – дело полиции. Работники Зеленстроя надеются, что этот вопиющий факт воровства правоохранительные органы без внимания не оставят. Мы, конечно, очень все расстроены и возмущены, поскольку делается это для города, для горожан, для гостей нашего города. Хотелось бы подарить им красивый Пионерский проспект, и администрация об этом именно заботится, и наши предприятия. Я очень надеюсь, что больше такого не повторится, и взываем мы к совести людей, конечно. Анапчане также возмущены. Зеленое убранство – своеобразная визитная карточка курорта. Обезличивать его – настоящее варварство. Просто бессовестные люди все делают для того, чтобы было красиво, и отдыхающими нам, как местным работникам, и все это. Или трава растет, или, конечно, какие-то цветы и кустатник. Это просто бессовестные люди. Анапа всеми силами готовится к курортному сезону. Регулярно проводятся субботники и экологические акции. Высаживают тысячи новых деревьев, кустарников и цветов. В благоустройстве города активное участие принимают и сами жители. И очень обидно, что даже в год экологии, в то время как одни создают, другие разоряют. Анапа принимает участие во всероссийском конкурсе «Аллеи славы». Ко дню победы питомник деревьев «Экоплант» проводит интернет-голосование. 15 городов, набравшие максимальное количество голосов, получат 9 тысяч саженцев для закладки новых аллей. Города разделены на три группы по количеству населения. В каждой группе определяют по пять победителей. Анапа подключилась к активному голосованию в пятницу и пока набрала чуть более 2 тысяч голосов. Это при том, что население курорта составляет более 70 тысяч человек, не считая приезжих. Интересно, что, например, поселок Мурино с населением менее 10 тысяч уже набрал более 30 тысяч голосов, обогнав даже город-миллионник из первой группы «Ростов-на-Дону». Обошли Анапу и другие поселки с населением всего до 5 тысяч человек. Хочется верить, что организаторы следят за соблюдением условий и правил конкурса и не допустят накрутку голосов. Но все же и анапчане могут быть активнее, ведь ничего сложного не требуется. Нужно просто проголосовать на сайте за то, чтобы на курорте стало одной зеленой зоной больше. Тем более, что аллея тематическая. Она будет заложена в память о героях-освободителях. А для города воинской славы это особенно важно. Голосование продлится до 30 апреля. Три четверти работ начинающих художников со специальной благотворительной выставки нашли своих покупателей. Вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд «Радость жизни». На картинах солнце, море, чайки, улицы в необычном виде. И даже один из символов курорта – белая шляпа. Такой видят анапу начинающие художники. Образы узнаваемые. Много животных, в том числе всеобщие любимцы, которых знают не только в самом городе-курорте, но и уже за его пределами. Ольга, как говорит она сама, влюблена в ночную анапу. Эта работа называется «Теплота внутри». Здесь наисим она в стиле такого скрэчбукинга, в стиле комиксов даже на самом деле. Чтобы было ощущение, что реализма нет, но что на самом деле место существует. У Ольги на выставке две работы. Есть еще загородный пейзаж. Рисовать она любит с детства. Несколько лет назад основательно занялась живописью в свободное от работы время. Захотела принять участие, потому что это не просто возможность представить свою работу, но еще возможность помочь фонду, помочь деткам. Я знаю этих людей вживую, то есть я не какие-то мифические там отправки номера, а этих людей я знаю, они живут рядом со мной, как бы. И надежда основатель фонда, она живет недалеко от меня, и прекрасно создает ее проблему, как бы. Я знаю, что каждая копейка на нее на счету. Алина работает менеджером. Живопись для нее своеобразная, отдушина или, если по-современному, арт-терапия. Картина обычно раздаривает друзьям, а эта первая проданная. Это очень приятно, это мега приятно, это неожиданно, когда заходит просто посторонний человек, подходит к твоей картине и говорит, а кто автор? Ты поворачиваешь, так я, я ее покупаю, она прекрасна. И все такие эмоции, такие чувства. Одна работа стоит в среднем одну тысячу рублей. Большинство картин уже проданы. 23 работы, из них осталось непроданных 7, мы очень этому довольны. Так как мы сотрудничаем с фондом, и все врученные средства уходят в радость жизни, в фонд родителей детей инвалидов. Поэтому, если сначала мы думали, продадим картин, сколько продадим, то сейчас нам хочется продать побольше и побольше денег передать. Владельцы получили специальные сертификаты и смогут забрать работы в начале следующей недели, после того, как выставка завершит работу. А художники вдохновились успехом и подумывают о том, чтобы сделать такой сбор средств регулярным. И новости спорта. В Суку прошел 10-й открытый городской турнир по каратэ-киоку-синкай. Соревновались юноши и девушки, но больше всего было самых маленьких участников. Одно из главных условий – в секцию набирают только тех, кто хорошо учится. Такой уровень дисциплины привлекает родителей. 170 участников, большинство из Анапы, но турнир открытый. В зале также спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Республики Крым. Этот турнир у нас, из чего целью, это повышение спортивного мастерства. Мы специально пригласили, это открытый турнир, приехали гости ближайших городов. Это Крым, Новороссийск, Краснодар. Поэтому здесь обмен опытом. Спортсменам надо расти, впереди хорошие, серьезные старты будут. Поэтому чем больше у спортсменов будет соревнований, тем, естественно, они будут более подготовлены. Сегодня пять представителей города-курорта входят в сборную России. Организаторы отмечают, что уровень участников растет год от года. Большая заинтересованность и большая заслуга родителей. Очень помогают родители нам в развитии нашего вида спорта Кио-Кусинкай. Именно здесь, в Анапском районе, в городе Анапа. И ребята видят динамику, видят рост, видят в себе силу. Им очень нравится вид спорта. И заинтересованы, они идут только вперед. Анапская школе каратэкио-Кусинкай в этом году исполняется 20 лет. Тогда в секцию к Александру Киму пришли 20 человек. Сегодня у тренеров занимаются около 350 человек самого разного возраста. Наверное, самая основополагающая характеристика этого направления является высокая дисциплина, уважение к старшим, любовь к родине, те цели и ценности, которые необходимы для настоящего мужчины, для настоящего патриота и гражданина современного общества. Нина, 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 Нина! Самым юным спортсменам по 7-8 лет у них еще не бой, а тренировочная схватка. Артем Рудовский приехал с мамой из Крыма. Мы отдали в такой вид спорта, потому что у меня гиперактивный ребенок. Вот ему надо куда-то девать эту энергию. И ребенок стал более дисциплинированным. Он начал чувствовать ответственность. Их учат не обижать слабых, не обижать девочек, помогать друг другу. Они стали намного самоорганизованнее. Чтобы ходить в секцию, Артем должен хорошо учиться. Это одно из главных условий. У него появились новые друзья, они же соперники по татами. Но здесь градация четкая. Общий настрой на жизнь – боевой. Я хочу стать летчиком военным, чтобы защищать с неба нашу страну от врагов. Сверстников Артема в зале большинство. Это вполне можно считать подтверждением растущей популярности Кеокосинкай в Анапе. А также говорит о перспективах данного вида единоборств в целом. Таким образом, на ближайшие годы обеспечена длинная скамейка запасных, которые будут готовы защищать честь города, края или даже страны. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.